Девушки отдыхают Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы празднуем память византийского святого 9 века Ефимия Нового. В то время, в 9 веке, церковь все еще терпела удары от еретиков и коноборцев. В храмах запрещалось изображать леки Господа Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы и вообще любого из святых. Но по домам верующие люди втайне держали иконы, стараясь передать свою веру детям. Вот в такой благочестивой семье, бережно хранившей православие, и родился будущий подвижник Ефимий. В миру он носил имя Никита. С юных лет стал он опорой матери во всех делах. По ее совету вступил в брак. Вскоре родилась у него дочь, и обрел он семейное счастье. Но все сильнее чувствовал Никита. К чему-то иному призывает его Господь. «Всем уготил я в доме своем», – рассуждал он. «Но когда же начну я служить Богу?» Суета да заботы отнимают все время. Узнал он как-то раз, что на отрогах горы Олимп живут иноки, и решил тайно посетить их. Подойдя к подножью горы, увидел большую толпу народа. Все ждали, когда сойдет к ним преподобный Иоанники, подвязавшийся в одной из нагорных келей. Никита встал вместе с людьми. И вдруг слышит, как сходящий с горы старец прокричал. «Держите этого молодого человека и крепко свяжите его! Он опасный преступник!» Никита сперва не понял, что это обличение адресовано именно ему. Но, подумав, согласился. «А ведь я и вправду преступник. Живу себе в усладу, а о Боге часто забываю». Люди уже намеревались его вязать, но преподобный Иоанники удержал их. «Остановитесь! Я лишь испытал юношу. Вижу я в нем смиренную душу и говорю всем, что станет он иноком и воссияет многими добродетелями. Вот с такого необычного происшествия начался монашеский путь святого Ефимия. Сначала подвязался он в монастыре на горе Олимп, потом на святой горе Афон, которая в ту пору уже была населена иноками. Но главным духовным поприщем избрал окрестности города Саунь, нынешние Саунники. Причем сделал это не по собственной воле, а по особому Божию откровению. Поднялся он как-то раз на вершину Афонской горы и вдруг ясно услышал небесный голос. «Ефимий, иди в Саунь. Там, к востоку от города, на голубинном холме, найдешь ты разваленный храм святого апостола Андрея Первозванного. Устрой там монастырь, а я помогу тебе во всем». Помощь Божию преподобный ощутил еще в пути. На подходе к Сауне увидел он множество людей, вышедших ему навстречу. Все хором называли его «Наш Ефимий». И очень подивились, зачем ему голубинный холм. Ведь там нет ничего, только загон для овец. «Вот он-то мне и нужен», – ответил им подвижник. Когда пришли на место, Ефимий попросил начать раскопки. Люди дружно взялись за работу и вскоре откопали основание древнего храма. Видите, здесь когда-то было святое место, а теперь бродят овцы. Повздыхали горожане, упрекнули себя в неведении и начали отстраивать храм. С Божьей помощью его воссоздали быстро, а вокруг поставили иноческие кельи. И это было только начало. Огромное число новых обителей учредил святой Ефимий и в Салуне, и на Олимпе, и на Афоне. Поэтому и стали называть его Ефимием Новым. Ведь куда ни приходил он, всюду начиналась новая жизнь. Жизнь с Богом, жизнь в православии. Число учеников преподобного перевалило за тысячу. Множество ученых иноков просвещало народ. И опять вернулись в храмы святые иконы. И в обители на горе Олимп уже подвязались будущие просветители славян, равноапостольные Мефодий и Кирилл. Всему этому беззаветно послужил преподобный Ефимий Новый. Будем помнить его чистый и светлый лик. Я желаю вам всего самого доброго. И храни вас Господь, дорогие друзья! Субтитры создавал DimaTorzok